Я по теме Донбасса. Нам сегодня говорят, прежде всего, украинцы, что русские все придумали, никакого нацизма, никаких нацистов на Украине нет и никогда не было. Однако мы помним историю, мы видим, что за годы своей независимости они вскормили огромное количество организаций нацистского толка, причем поддерживали их на государственном уровне. Тот же АЗОВ, который спонсировали олигархи, развивался под протекторатом главы МВД. Почему вообще это стало возможным в стране, которая называется Европейской? Как это происходило и есть ли в этом влияние внешних сил? Безусловно, без влияния внешних сил ничего бы не произошло в плане не просто героизации нацистов, но в плане превращения нацизма в теорию и практику нынешней украинской власти. Дело тянется с создания Советского Союза. Президент Путин об этом неоднократно говорил, о том, каким образом формировалась Украина в тех границах, в которых она оказалась в 1991 году во время распада Советского Союза. И мы помним, в тот период Збигнев-Жезинский, один из идеологов американского доминирования, он говорил, что Россия с Украиной это сверхдержава, Россия без Украины такой региональный игрок. И это было по американской линии, которую они воплощали в жизнь. И во многом именно эта линия не позволила возобладать нашему подходу, который всегда заключался в том, после декабря 1991 года, что жизнь так распорядилась. И мы хотим видеть, хотели видеть в Украине доброго соседа, надежного друга, тем более, что семейные узы были настолько тесными, столько судеб было переплетено. И это все было нашим искренним желанием. Я об этом говорю уверенно, потому что я в том числе уже тогда занимался вопросами, которые возникли на постсоветском пространстве. А американская линия была направлена ровно на достижение противоположного результата, чтобы Украина стала антироссией. И украинские лидеры того времени, они, в общем-то, поддавались на соответствующие действия, обволакивающие такие подходы Соединенных Штатов. Мы помним, что еще президент Кучма, когда никто не мог себе вообразить, что Украина превратится в антироссию, президент Кучма написал книгу или статью, я уже не помню, «Украина – це Европа». Ну, наверное, все хотят иметь какую-то цель романтическую, приобщиться к какой-то культуре, но уже тогда подтекст этого лозунга заключался в том, что есть Европа, а есть Россия. И все разговоры, которые до этого велись в ОБСЕ, которые, кстати, в конце 90-х годов в ОБСЕ продолжались, о необходимости выстраивать единое экономическое, гуманитарное пространство, единое пространство безопасности на всем евразийском континенте, от Атлантики до Тихого океана, все эти разговоры оказались, ну, пустословием, по большому счету, из-за ширмой этих красивых слов «Запад» все-таки продвигал концепцию «либо с нами, либо с Россией». Еще в 2003 году деятели Евросоюза, когда очередная президентская кампания на Украине начиналась, публично официальные лица, в частности, министр астронодел Бельгии, я помню прекрасно, заявлял, что украинский народ должен определиться, с кем он хочет быть, с Европой или с Россией. И вот это вот или-или, кто не с нами, тот москаль, получается так, да, эта философия, она глубоко сидит в европейских и в целом в западных умах, и она во многом, если не в решающей степени, сыграла свою роль в том, что мы сегодня имеем. Ведь там неонацистская идеология, она всячески воплощается в жизнь, как я уже сказал, вы упомянули о добровольческих, националистических батальонах, полках АЗОВ. Ведь когда состоялся госпереворот в 2014 году, АЗОВ к тому времени уже был известен как экстремистская организация. И за несколько, за пару лет, как минимум, до этого госпереворота, Конгресс США, решая вопрос о выделении Украине помощи, в том числе военной помощи, специальной оговоркой исключил АЗОВ из списка получателей. АЗОВ был включен в перечень террористических организаций в ряде европейских стран и в Японии. Но японцы превзошли всех, потому что после начала специальной военной операции они официально принесли АЗОВцам извинения за то, что они их включили в террористические списки и сообщили, что больше такого не повторится. Но с какими лозунгами пришли путчисты в феврале 2014 года? Первым заявлением было лишить русский язык статуса регионального, который он обладал по украинскому законодательству. Да, потом вот эта вот наспехсколоченная Верховная Рада не стала принимать такого решения об отмене этого закона. Но инстинкты тех, кто захватил власть незаконным путем, сразу стали понятны. Дмитрий Ярош, один из лидеров госпереворота, глава правого сектора, который у нас запрещен, как и полк АЗОВ, заявил, что русский никогда не будет думать как украинц, никогда не будет говорить на украинском языке и никогда не будет чтить украинских героев, поэтому русских надо выгнать из Крыма. И именно он был одним из инициаторов направления на полуостров так называемых поездов дружбы, набитых молодчиками с оружием, включая и правый сектор, включая и других радикалов. Это тоже было показательно в отношении того, с какой философией, с какой идеологией пришли к власти люди, которые совершили госпереворота. Запад все это проглатывал. И потрясающий пример, вы знаете, вот когда еще Майдан не закипел полностью и не прорвался, когда службы безопасности Украины, полицейские на Майдане не применяли оружие даже, натовцы, устами своего генерального секретаря, тогда это был Фог Расмусен, датчанин, не раз призывали президента Януковича не применять силу против протестующих. Вообще не применять силу против протестующих. Когда состоялся госпереворот, когда майданные власти объявили поход на Крым, когда они объявили террористами жителей востока Украины, которые не приняли неонацистский переворот и направили на восток вооруженные силы, те же самые националистические батальоны, тогда тот же самый генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс призывает новые власти в Киеве применять силу пропорционально. Почувствуйте разницу. То есть эта предвзятость, она никем особо и не маскировалась. Ну и когда сейчас мы... Ярош, который призывал русских убираться из Крыма, он, по сути дела, духовный отец президента Зеленского, который ровно это сказал только уже в отношении всей Украины. В сентябре прошлого года, задолго до нынешних событий, он в одном из интервью, отвечая на вопрос, как он относится к людям, которые живут на востоке, он сказал, ну знаете, есть люди, а есть особи, характерная такая для нацистов оговорочка, и в принципе, если ты живешь на Украине, а ощущаешь себя русским, то ради судьбы своих детей и своих внуков уезжай-ка ты в Россию. Ровно то, что предлагал Дмитрий Ярош. Поэтому неонацистская сущность этого режима, она была сразу очевидна, она никак не изменилась. Вся вот эта философия, которой они прониклись в последний год, она привела к тому, что уже второй президент Украины с нами воюет, только первый рассказывал, что он ведет с Российской Федерацией гибридную войну, в которой он, конечно, террорически побеждает. Нынешний говорит о том, что он побеждает в войне уже настоящей. И их объединяет то, что они оба уверяли, что у нас нет и не может быть общего будущего. И оба делали все, чтобы стереть общее прошлое. Какие может иметь последствия непосредственная работа, направленная на уничтожение общего прошлого, общей истории? Да, действительно, они и Порошенко, и Зеленский. Ну, Порошенко поначалу, когда он понял, что блицкрик с силовым подавлением Донбасса не удался, и пошел на подписание Минских договоренностей, он все-таки проявил, ну, нам тогда казалось договороспособность, на самом деле это была видимость договороспособности, потому что вот уже пару месяцев назад он в каком-то интервью, Петр Алексеевич Порошенко, сказал, да, я подписал Минские договоренности, но вообще не собирался их выполнять. Мне нужно было выиграть время, чтобы получить побольше оружия из Запада. цинизм неприкрытый. И все те наши западные коллеги, которые на протяжении долгих лет после подписания Минских договоренностей игнорировали саботаж этих документов Петром Порошенко и его режимом, они просто призывали в виде лозунгов выполнять Минские договоренности, которым нет альтернативы. А когда мы обращались с конкретными предложениями и к немцам, и к французам в качестве участников нормандского формата, и к американцам в качестве главного покровителя и повелителя киевских властей, и предлагали им конкретно оказать давление на Киев, чтобы он выполнил сугубо предметные требования. Ну, особый статус Донбасса он был даже не Донбасса, а отдельных районов, Донецкой и Луганской областей, он же был прописан от А до Я, и документ был готов к принятию, но Порошенко делал все, чтобы всячески отсрочить этот процесс, Запад ему в этом потакал, а в конце периода саботажа Минских договоренностей немцы и французы вообще стали говорить, что это Россия должна выполнять Минские договоренности, но как, когда президент Путин спросил, а что мы должны сделать, ответ на это не было. Вот, насчет той линии, которая проводилась тогда гибридно, а сейчас проводится на поле боя уже, и Зеленский заявляет, что мы победим в этой войне, мы заберем все наши земли, включая Крым, забывая, наверное, об истории Крыма, может, он ее и не читал, когда занимался в клубе веселых и находчивых. Я нисколько не сомневаюсь, что эта линия потерпит неудачу. Мы действительно не потерпим неонацизм на территории Украины. Мы воюем с неонацистами, мы не воюем с украинским народом, мы не имеем ничего против украинского народа, напротив, это очень близкий и родной нам народ, переплетенный с нами, как я уже сказал, на уровне человеческих судеб, на уровне миллионов семей, огромным количеством связей, уз, духовных, культурных и прочих. И я убежден, что вот эта неонацистская власть, она не сможет этот генетический код подорвать. Но мы должны для этого делать сами многие вещи, мы должны предпринимать помимо нашей борьбы с неонацизмом, с милитаризмом на Украине, мы должны, конечно же, предлагать конкретные идеи о том, как поднимать гражданское общество, как обеспечивать контакты между людьми на Украине и в России. Какое-то время назад был формат Россия, Украина, Беларусь, общественные организации, эксперты, они встречались несколько раз, в том числе в Минске. Сейчас, конечно, по понятным причинам этого не происходит, но думать об этом надо, надо думать об этом заранее, потому что украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, но он, конечно же, заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями. Сейчас режим, который находится у власти, там, когда смотришь со стороны, ощущение, что у них уже болезнь, нацизм, она в терминальной стадии, потому что похоже, сложно, они взращивают новых украинских патриотов, и эти люди запрограммированы на максимальную жестокость, начиная от лозунгов, там, хороший, мертвый русский, мертвый русский, москаляк, мгилях, и все вот это, продолжая тем, какие расправы чудовищные они совершают, и как они это все распространяли по всем каналам с ними, неужели Европу, которая сейчас так поддерживает, не пугает, что все вот эти заряженные ненавистью, агрессией, а теперь еще и западным оружием люди, используя тот же кузвиз, могут оказаться с этими своими лозунгами, с этими своими настроями на территории Европы и принести все это туда. Европа играет, ну и конечно, вместе с Соединенными Штатами, потому что Европы самостоятельности практически не осталось никакой, США подмяли Европу под себя, там никаких независимых голосов не осталось, но президент Макрон так изредка пытается вспоминать, но все реже и реже о так называемой стратегической автономии Евросоюза, никто ему никакой автономии не позволит создавать, тем более стратегическую. Но ведь европейские лидеры, они еще и подзуживают украинскую власть и поощряют неонацистские проявления. Тот же господин Мишель, председатель Европейского Совета, Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, генсек НАТО Столтенберг, они же постоянно говорят о том, что на Украине идет борьба за европейские ценности. Президент Зеленский защищает свободу и демократию. Иными словами, так же, как они поддержали неонацистский по своей сути госпереворот, направленный на отмену всего русского на Украине, что потом было закреплено в многочисленных законах, запрещающих русское образование, русские СМИ, русскую культуру, точно так же они сейчас поддерживают вот те лозунги, о которых вы упомянули, и под которыми, под лозунгами, Зеленский осуществляет свою кампанию, осуществляет свое правление. Таким образом, я исхожу из того, что Европа является частью процессов возрождения неонацизма, иначе трудно себе делать какие-то иные выводы. И вот тот же президент Макрон недавно заявил, почему Украина должна жить по той модели, которую навязывает Россия. Очень показательное заявление. Все предыдущие годы, после госпереворота, он не задавал вопрос о том, почему русские на Украине должны жить по модели, которую навязывают неонацисты. Вот это откровенный двойной стандарт, абсолютно без зазрения совесть, из уст человека, который претендует на нынешнем этапе на роль первого политика в Европе, это, конечно, поразительно. Что касается дальнейшего хода событий, вы правы, я буквально на днях читал новую статистику, около 8 миллионов беженцев из Украины оказались в Европе. Уже неоднократно были новости и репортажи о том, как некоторые из них ведут себя, оскорбляя граждан европейских стран, ну и совершая многочисленные правонарушения. Это выбор европейцев. Если они решили себя приютить украинцев, в подавляющем большинстве это люди, которые неплохо жили и которые хотят продолжать неплохо жить. Но это выбор европейцев и, последствия такого выбора европейцы должны сами на себе ощутить и это их решение. Так же, как их решением было принять боевиков Северного Кавказа во время разгула международного терроризма на этой части нашей страны. Так же, как их решением было принимать беженцев из Севера Африки, из Ближнего Востока, включая сторонников и участников исламского государства, которые уже отметились кровавыми преступлениями уголовными на территории целого ряда европейских стран. Мы не желаем Европе ничего плохого, но Европа должна сама решать, как ей поступать. События Арабской Весны привели к огромному количеству нелегальных беженцев, которых европейцы решили легализовать по большей части, и которых они стали размещать, какие-то квоты согласовывали. Но проблема Арабской Весны была создана агрессией прежде всего против Ливии, когда Ливию разбомбили, она превратилась в черную дыру, именно через Ливию хлынул поток беженцев, нелегальных мигрантов в Европу. А, кстати, в обратном направлении, через Ливию в зону Сахара-Сахельскую хлынул поток террористов, контрабандного оружия, и до сих пор расхлебывают африканские страны впоследствии той ливийской авантюры. А Европа расхлебывает последствия, соответственно, которые ее затронули в плане появления огромного количества людей, без определенного рода занятий, далеко не все из которых решили быть законопослушными жителями тех или иных стран. Точно так же Европа создала ситуацию на Украине, когда категорически отказалась заставить Порошенко, а потом Зеленского выполнить минские договоренности. когда потакала линии, объявленные открыто на реализацию плана Б, то бишь по силовому захвату Донбасса, что и послужило причиной нашей специальной военной операции, после того, как мы убедились за долгие-долгие годы в тщетности попыток убедить Запад пойти на равноправную взаимоуважительную договоренность об обеспечении безопасности всех без расширения Северно-Атлантического Ленц. Поэтому Европа в известной степени она тоже автор нынешней ситуации и надеюсь, что после опыта с арабской весной нынешняя украинская волна тоже будет каким-то образом восприниматься в Евросоюзе как информация к размышлению. Пока они не сильно размышляют о себе, вот госпожа Бербок уже ее цитируют многие пару месяцев назад заявила, что она понимает проблемы германских избирателей, но для нее важнее удовлетворить потребности Украины в военной помощи. Пожалуйста, с такой философией Европа в общем я желаю ей удачи. Мы да сегодня уже затрагивали тему разного вооружения оружия и сейчас мы живем в такую интересную эпоху, когда очень опасное оружие это средства массовой информации, в том числе масс-медиа. На ваш взгляд роль СМИ и масс-медиа в процессах возрождения, подъема, расцвета нацизма современной Украине и не только во всем происходящем сейчас? Роль СМИ конечно же возрастает постоянно, включая и традиционные СМИ, и электронные СМИ, соцсети, но все-таки не СМИ делают погоду, погоду делают политики и мы уже убедились за последние годы в том, что на Западе, особенно в Соединенных Штатах, но и в Германии, во Франции, да и в других европейских странах очень хорошо умеют выстраивать журналистов, выстраивать средства массовой информации и обеспечивать лояльность той линии, которую хочет проводить та или иная власть. Это видно на примере администрации Байдена, где практически вся линейка и электронных СМИ, и телевидения, и печатных изданий выстроена на мобилизацию общественного мнения в поддержку того, что США делают на Украине. Но не всегда это получается. То, что сейчас уже в открытую пошла критика на страницах газет того безразличия, с которым администрация отнеслась к стихийному бедствию во Флориде на фоне многих и многих миллиардов, десятков миллиардов, которые выделяются в Украине, показывает, что и власть не всегда может контролировать средства массовой информации и общественные мнения. В Германии практически нет никакого инакомыслия в средствах массовой информации. Они все мобилизованы на обосновании того, что немцы делают по Украине. Во Франции уже не первый год, это началось лет 7-8 назад, Европа через различные международные структуры, прежде всего, которые создаются при Европейском Союзе, вводит откровенную цензуру, которая препятствует проникновению в общественное сознание на континенте альтернативных точек зрения. Хороший пример это с самого начала, когда Арти и Спутник открыли свои корпункты в Париже, они попытались получить аккредитацию в Елисейском дворце, им отказали, и потом сам Макрон это комментировал на вопрос журналистов, почему, он сказал, ну потому что это не средства массовой информации, это инструмент пропаганды Москвы, все. И были созданы различные платформы, ассоциации по защите свободы в киберпространстве, по защите независимости средств массовой информации, в рамках которых под этими красивыми лозунгами просто душились альтернативные источники информации. Забавно, что сам Запад в 1990 году, когда происходили у нас вот события, предшествовавшие исчезновению Советского Союза, и когда мы были настолько покладисты на всех международных площадках, что просто казалось, наступило какое-то вечное всеобщее благоденствие, и в 1990 году в рамках ОБСЕ по инициативе той же Франции и других западных стран был принят документ, который обязывал все без исключения страны-участницы ОБСЕ обеспечивать полный доступ для своих граждан к любым источникам информации, как внутри страны, так и за рубежом. Поэтому отказ Арти и Спутнику в аккредитации при Елисейском дворце это грубейшее нарушение обязательств, которые были приняты 30 лет назад по инициативе Франции. Спасибо большое.